Это программа День с толком, студия Анастасия Дороган. Приветствую всех на телеканале и в ютубе. Смотрите в этом выпуске. Новые трамваи должны выйти на линию со дня на день в Барнауле. Какой еще транспорт обновят этой зимой? На Алтае сбили мужчину, переходившего пути. Статистика происшествий на железной дороге за год. За четыре дня до. Готовы ли барнаульцы к главной ночи? Очередное ЧП на железной дороге. В Панкрушихинском районе на станции Световская электровоз сбил мужчину. Как сообщает в транспортной полиции региона, 44-летний мужчина переходил пути перед приближающимся поездом. Машинист электропоезда пытался предотвратить наезд на человека экстренным торможением, но столкновения сбежать не удалось. Мужчина получил различные травмы, сейчас он находится в больнице. По факту проводится проверка. Добавим, в этом году на территории края случилось 6 происшествий с участием поездов. Еще 18 сотрудникам магистрали предотвратить удалось. 10 новых белорусских трамваев, которые поступили в регион еще осенью, должны выйти на линию до конца этого года. Министр транспорта Антон Воронов на днях сообщил, что уже завершаются пусконаладочные работы. Партия новых автобусов также пришла в Алтайский край. 24 единицы поступили в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». В настоящее время автобусы проходят приемку и процедуру оформления документов. Их направят в Олейск, Заринск, в Славогородский муниципальный округ, в Заминогорский, Каменский и Локтевский районы. По программе еще 41 автобус большой вместимости должны завести в первом квартале следующего года. Добавим ранее, по казначейскому кредиту край приобрел 65 автобусов разной вместимости, на сумму 800 миллионов рублей. В какие из дней в длинные выходные льготники смогут обратиться в поликлиники за рецептом для получения лекарств? В каком режиме будут работать остальные медучреждения? Об этом сегодня журналистам рассказали в Министерстве здравоохранения края. О графике медорганизации в празднике смотрите далее. Род дома, стационары, все экстренные службы на выходные и учения вправе. Работать они будут, как и положено, ежедневно и в круглосуточном режиме. Что касается поликлиники и участковых врачей, они на праздниках работают в полном объеме, то есть с 8 утра и до 18 часов дня. Трудиться будут 3 дня – 3, 5 и 8 января. Но если требуется неотложная помощь, ее можно получить в любой день. Неотложная служба всех поликлиник работает каждый день с 30 по 8 с 8 до 15, 3, 5 и 8 с 8 до 18.00. Можно обратиться в колл-центр медицинской организации, либо в фильтрбокс напрямую. Если человек обращается в колл-центр, его могут записать в фильтрбокс. В случае необходимости, тяжести и состояния, неотложная помощь выйдет на дом. 3, 5 и опять же 8 января можно будет выписать рецепты для получения лекарственных препаратов, необходимый запас которых, уверяют в Минздраве, сформирован. Только для диабетчиков и сердечников завезли препараты, в том числе инсулин, на сумму в 600 миллионов рублей. Это 20% от годового объема. Осуществили приемку и на данный момент развозят по городам и районным центрам края. Специалисты отмечают, что чаще всего в новогодние праздники люди обращаются за медицинской помощью из-за отравления. Поэтому медики убедительно просят не переедать и не перепивать. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. Еще 4 случая завышения цен на куриные яйца выявила Федеральная антимонопольная служба. Речь идет о производителях продуктов ДНР, Воронежской, Ивановской областях и соседней с нами Кемеровской области. Ведомство возбудило дела по признакам картельных соглашений. Так, на кемеровских птицефабриках специалисты выявили рост оптово-отпускных цен на куриные яйца в октябре на 30-40% по сравнению с сентябрем. В Воронеже подорожание составило 16-37%. В ДНР и Иваново стоимость выросла на 24%. И это не первый случай. Ранее ФАС сообщал о делах, открытых в отношении кировских и крымских производителей. Последние допустили рост оптово-отпускных цен до 94%. Нарушителям грозят штрафы. Добавим, что с начала года, по данным Росстата, цены на куриные яйца выросли на 46%. Добавим анализ обоснованности установления оптово-отпускных цен проводит и Алтайское управление антимонопольной службы. В Алтайском крае начался сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина в качестве кандидата на выборы президента. В регионе действует 17 точек сбора. 7 из них в Барнауле, 4 в Бийске и по 3 в Рубцовске и Новоалтайске. Напомним, на грядущие выборы Владимир Путин баллотируется как самовыдвиженец. Это означает, что ему нужно собрать 300 тысяч подписей в свою поддержку в стране. То есть в каждом регионе примерно по 7,5 тысяч. Оставить подпись в поддержку кандидата могут совершеннолетние при наличии паспорта с регистрацией в том месте, где происходит сбор. Процедура занимает несколько минут. Человек указывает фамилию, имя, отчество, оставит дату и подпись. Мы видим тот труд, ту работу, которую лидер нашего государства каждый день на протяжении этих лет реализует. Ту работу, которую реализует команда Путина. Ну и, безусловно, наверное, это та лишь небольшая часть, которой мы можем сказать спасибо нашему президенту. Напомним, сейчас кандидатов на участие в выборах 33. Объявлено лишь несколько из них. Это действующий президент Владимир Путин, представитель КПРФ Николай Харитонов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Документы в ЦИК подал Владислав Дованков как кандидат от новых людей и партии роста. Сами выборы состоятся с 15 по 17 марта 2024 года. Они будут проходить в традиционном формате, но в 28 субъектах смогут проголосовать дистанционно. Жители одного из многоквартирных домов Барнаула сами убирают мусор, пока управляющие компании не могут разобраться в том, где чья ответственность. Спор длится практически месяц. Все это время контейнерную площадку не очищают от отходов. Какая кошка пробежала между двумя организациями, расскажет Данил Кузнецов. Вчера пошла утром выносить мусор и споскользовалась на вот такой деревянной поверхности. Пришлось самой все здесь убирать. Ну хотя бы немножечко с той стороны, вот я вчера убирала сама. Сами убирают мусор жители 138-го дома по проспекту Ленина с начала декабря. Совместными усилиями расчищают общую для трех домов площадку. Проблема именно в ней. Сами контейнеры оператора опустошают стабильно. В декабре, согласно утвержденного графика, заступить на дежурство должна была управляющая компания ООО «УК Азимут Компани» от 134-го дома. Однако, из-за того, что между двумя управляющими компаниями возник спор относительно качества уборки, соответственно, управляющая компания ООО «Паритет» утверждала, что площадка готова к приему в конце ноября 2023 года. А мастер ООО «УК Азимут Компани» утверждал, что контейнерная площадка не готова к приему. Яблоком раздора стали порубочные остатки, которые после ноябрьского урагана лежат рядом с площадкой. «Паритет» собирается вывести ветки со всех объектов разом. Поэтому управляющая компания пока не знает, когда этим займется. «УК Азимут» пошла на принцип. Сейчас, 1 декабря, они говорят, ветки лежат у гаражей, они не мешают. А когда, если бы мы приняли это и сдавали бы им 1 января, они бы сказали, ветки уберите. У нас был уже с ними конфликт, поэтому мы решили добить это дело до конца. По словам руководства «Паритета», администрация железнодорожного района площадку приняла, несмотря на ветки. Здесь это мои ветки, ну то есть нашего дома ветки, и мы их вывезем сами. Их никто не заставляет вывозить, эти ветки. Они просто должны были одежурить на чистой данной им контейнерной площадке. Если у них дело принципа, они вправе забрать свой контейнер и поставить к себе на территорию. И тогда ни у кого не будет никаких вопросов. Пока управляющие компании друг другу пытаются доказать, кто же мусор должен убирать, ветер разносит отходы по всему двору. Помогают в этом и некоторые индивиды, выкидывающие остатки мимо контейнера. Кроме того, что люди мимо бросают контейнера, у нас еще и приходят такие специалисты, которые собирают цвет мед, баночки всякие. И вот они у нас все потом из мешка вываливаются, его развязывают или разрывают, и все это мимо валится. Мы ходим и собираем. Когда закончится эпоха собирательства для 138 дома, неизвестно. Тем временем количество мусора лишь растет. Поэтому жильцы обратились не только в администрацию, но и в Роспотребнадзор. Однако до следующего месяца помочь гражданам с проблемой, скорее всего, смогут лишь соседи по двору. Семейные ценности в России, по данным Национального агентства финансовых исследований, становятся все более актуальными и важными для общества. Другой вопрос – как объединить и укрепить близких людей, свой род. Ответ на него, кажется, знает барнаульская семья Поповых. Сразу трое ее представителей увлеклись одним хобби, которое, на их взгляд, позволяет разным поколениям быть на одной волне и неимоверно сплачивает. Что это за увлечение такое и насколько важно иметь общий интерес в материале Дарьи Ерошиной? Как ты думаешь, над чем шутить категорически нельзя, а над чем можно? А политики, наверное. Почему? Политики – это уже называется не КВН, а стендап. Степа старше Ани всего на год и один день. С ранних лет они покоряют сцену и осваивают искусство писать юмор. Вдвоем играют в Краево детской лиге КВН. Команда «Семейка» появилась благодаря стараниям Ксении Олеговны, любимой тети Ксюши. Эта идея у меня на самом деле появилась очень давно, потому что лиге 7 лет, и я буквально из самого раннего детского возраста так думаю, а насколько им интересно это будет. Но, естественно, подождала время, пока подрастут ребята, чтобы попроще было и на сцене, и шутки писать в дальнейшем. Я уже предложила, и меня очень радует, что им интересно. Самое главное для меня, что детям интересно. Физрук решил сэкономить и купил инвентарь подешевле? Это по вашему гире? Молодой человек, в чем дело? А козел ваш? Что не так? Да через него прежде чем перепрыгнуть, сначала догнать надо. Первый редакционный состав детской лиги или юниорки – команда, в которой раньше играла и сама Ксюша. Если тетя открыла талант в себе, то и племянникам его не избежать. Как оказалось, карьера юмориста начинается с самых искренних и серьезных обещаний. Ты что делала? Шутки писала. Зачем? В КВН играть буду. Я вообще почти что не помнила про это видео, пока мне Ксюша его не показала. В сумме «Семейка» играет в КВН уже четвертый год. Предыдущие они пропустили, сделали передышку, чтобы найти вдохновение. С этого года ребята стали сами писать юмор. Раньше заучивали шутки из архивов тети. Для меня, честно, это логика. То есть это история не про вдохновение. Это история про то, что нужно написать шутки, ты садишься и пишешь шутки, потому что у тебя есть в голове некая структура, как они вообще в принципе пишутся. Таймер ставим на 10 минут. Три круга на мозговой штурм. В шутке должен быть слом ожиданий, когда зритель, оказывается, обманут. Так учит Ксюша. А меня в универе обзывали глупой, потому что я блондинка. Но ты же не блондинка. А я тогда красилась зачем. Да глупая была. В общество знаний, знаете, что мне нравится? Определение. То, что труд, собственно, только человеку. Что для меня звучит очень странно, ведь у нас гигантская вселенная, это уже определенно путано на понятияне. Дети считают, что характер и чувства юмора у них разные. Степа силен в точных науках. Аня – девичьей чуткостью. Дуэт запоминающийся. А Степа – мой старший брат, но мне приходится брать важные вопросы на контроль. Я пытаюсь найти ему девушку. Аня, да как ты не понимаешь? Мне нужно, чтобы она подходила мне по интеллекту. Степа, сколько, говорите, классуха на тебя не посмотрит. Знаете, почему мне это не понравилась шутка? Почему? Потому что у нас классный руководитель. Я очень часто стесняюсь выступать. Хотя я выступаю не только в КВН, но еще и в школе моды. Мы там шьем, танцуем. Наверное, это повлияло на то, что я сейчас чувствую себя более уверенной на сцене. Творчество всегда требует смелости, а КВН, как общее хобби, сплачивает особенно сильно. Я нервничаю ужасно. Я сама на сцене не нервничаю, но практически никогда за них я. Честно, я очень сильно переживаю. И с точки зрения даже не столько, как они выступят, а как они себя будут чувствовать, если вдруг там что-то не так пойдет. Больше всего за это переживаю. И поскольку я на звуке часто сижу, им я гораздо больше боюсь что-то накосячить, чем в своих, например, в каких-то выступлениях. КВН – это по любви. Каждый юморист вкладывает в шутку частичку собственной души, моменты собственной жизни. Каждое выступление – шквал эмоций. А чем опытнее автор, тем больше в шутках. Правды. Дарья Ирошина, Владислав Ковалев. День с толком. До Нового года осталось чуть больше четырех дней. Но многие еще только приступили к поиску подарков и закупке продуктов на новогодний стол. А вот где и как намерены встречать праздник Барнаульцы, и почему торжество стало для них самым запоминающимся, мы спросили у самих горожан. Как будете праздновать Новый год? Дома. Дома, с детьми, с внуками. Сколько лет уже так празднуете? А постоянно. Всегда дома и всегда с внуками и с детьми. Там дед приходит, наряжается в Дед Мороза. Там ходим, гуляем по вечерам в лесу с фонариками. В поле вечера здесь будут. Я всегда праздную в кругу семьи, да. Сколько лет уже? Уже 25 лет. И ни разу не было иначе? Вообще ни разу не было иначе. 31-го мы ходим в баню, а уж встречаем Новый год, садимся за стол в 10 часов. Самое запоминающееся празднование Нового года у вас какое? То, которое я забыла. Но я имею в виду, когда там еще в школе. Скорее всего, это Новый год в детстве. Самые запоминающиеся тогда. Детские годы самые прекрасные и самые замечательные. Когда мне котика подарили на Новый год, в год тигра, маленького тигренка. Рыженького? Нет, кота с тигридной расцветкой. А какие ожидания от следующего года? Ну, ожидания чудеса, конечно. Будем желание загадывать, чтобы все исполнилось. Здоровье всем, добра, мира, любви. Чтобы каждый человек, чтобы не пожелал на 31-й, на Новый год, пусть все исполнится. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова